Тема дня продолжает свою работу в прямом эфире в студии Алла Гаража. Спасибо, что вы с нами. Владимир Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей. Документ обязывает родителя, живущего отдельно от ребенка, оплачивать расходы на его проживание. Таким образом, был дополнен список исключительных обстоятельств, по которым родитель привлекается к оплате дополнительных расходов. Эти суммы будут выплачиваться сверх алиментов. В чем это защитит детей и матерей? Все-таки чаще с ними остаются дети после развода. А в чем могут возникнуть сложности? Это обсудим сегодня в нашей студии. Я хочу представить гостя темы дня. Это адвокат Евгения Бромберг. Евгения, здравствуйте, приветствую вас. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Давайте разбираться. 17 числа, хотела сказать, вступает в силу данная поправка в Семейный кодекс, статью 86. И, соответственно, с 17 числа уже суды начнут использовать. Мы увидим, как складывается правоприменительная практика. А насколько вообще эта мера оказалась необходима? Насколько дети наши были не защищены, скажем так, до принятия этого? Вы знаете, мера, безусловно, сказать именно, насколько она являлась необходимой, сложно. Вообще, конечно, защита жилищных прав детей, и в том числе, как правило, женщин, ну, либо бывают случаи, когда мужчина, который остается с ребенком, она действительно нужна, она имеет место быть. Но вот данная конкретно норма, я пока что не знаю, конечно, как сложится правоприменение, но не могу сказать, что она очень эффективная, потому что данная норма говорит конкретно об одном случае. Это в случае, если отсутствует жилье, пригодное для постоянного проживания ребенка, у, соответственно, родителя, который остается с ребенком. Как понять, что отсутствует жилье? То есть, получается, например, если у матери есть в собственности квартира, например, у отца есть квартира, у матери есть квартира, например, ребенок остается с матерью, соответственно, проживать в ее квартире принадлежащей, соответственно, данная норма уже не применяется, потому что есть у нее квартира, собственно говоря, и как бы тогда в квартире никто не нуждается. Другой вопрос в следующем заключается, что и до принятия вот этих изменений непосредственно взыскивалась сумма алиментов, и сумма алиментов, в том числе, может включать и расходы на квартплату, ну и так далее, и тому подобное. То есть тут вот эта именно узкая норма, она направлена на то, чтобы защитить права тех, у кого вообще нет никакого жилья. Если раньше, когда суд определяет, с кем будет проживать ребенок, суд исходил из того, что, например, у папы есть жилье, а маме вообще как бы негде жить, то есть она остается фактически на улице, то вот данные поправки, они направлены именно на то, чтобы мама не оставалась на улице или папа не оставался на улице, который с ребенком, то есть чтобы другой родитель, который не проживает, нес в том числе бремя расходов на жилье. То есть, например, если раньше женщина не знала, что ей делать с ребенком, оставаясь на улице, то сейчас она, помимо суммы алиментов, может обращаться в суд и взыскивать, ну получается, по общим нормам семейного кодекса 50% от расходов. То есть, например, она снимает квартиру за 20 тысяч, 10 тысяч в месяц, дополнительно, помимо алиментов, она может взыскивать. Либо он может взыскивать, если отец в такой же ситуации, а мать, например, остается проживать одна. 50%? Ну, мы не секретны для кого, что и сейчас от алиментов многие уклоняются. Нагрузка получается, насколько ощутимее будет, если плюсом еще пойдут вот эти расходы? Вы знаете, нагрузка, естественно, будет ощутимее, но, повторюсь, во-первых, это касается не всех ситуаций. Во-вторых, вот я тоже в новостях очень много читала эту новость, скажем так, да, пока непосредственно не посмотрела текст закона. И, исходя из новостей, то все думают, что все, теперь все расходы, вот все расходы будут на оцену. Так. Да, да, но это на самом деле не так. То есть, данная норма довольно-таки узкая, она направлена именно на то, когда второй родитель, который остается с ребенком, вообще не обеспечен жильем. Соответственно, если он обеспечен, то уже вопрос идет о коммунальных расходах, но они взыскиваются, то есть, опять-таки, там можно вычесть сумму, которую там, например, поделить пропорционально, то, что там стоимость проживания матери и стоимость уже проживания ребенка из коммунальных, там, поделить 50 на 50. Но это не в части именно данной нормы. То есть, данная норма говорит о дополнительных расходах помимо алиментов. Более подробно о данной норме чуть позже поговорим, раз уж у нас речь об алиментах зашла. Как сегодня обстоят дела с изысканием алиментов? Давайте спросим. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления Федеральной службы судебных приставов с нами на связи, Елена Лысечко. Елена, добрый день. Да, день добрый. Сколько у нас в регионе задолжников по алиментам? Большую ли сумму задолжали эти люди? На сегодняшний день исполнительных производств по взысканию алиментов у нас на исполнении находится 31 224 и совокупный долг составляет 5 миллиардов 768 миллионов рублей. В чем сложность с изысканием этой суммы? Сумма, конечно, говорит сама за себя, очень большая. Сумма большая, но она пропорциональна и количеству производств. Конечно, с алиментчиками ведется очень плотная работа и большая сумма изыскивается. Кстати, отмечу, что 12% должников по алиментам это женщины. То есть не только мужчины у нас такие безответственные, но и женщины бывают, что не платят алименты. На самом деле это рабочая, обычная сумма ежегодная, которая в конце года в итоге взыскивается в большинстве случаев. Спасибо вам большое, Елена, за информацию. Евгения, а что говорит судебная ваша адвокатская практика? Насколько часто уклоняются от уплаты алиментов? Мы уже не говорим сейчас о той норме, которая вот сейчас приплюсует к ним. Дело в том, что наша адвокатская практика, то есть она доходит до того момента, когда мы максимально, находясь на одной либо другой стороне, мы защищаем на самом деле, можем защищать обе стороны, потому что часто тоже многие, у кого остается ребенок, злоупотребляют. Например, не дают вообще ребенка, общаются, но взыскивают какие-то колоссальные, пытаются взыскать алименты. То есть мы как-то вот с разными бываем сторон. Но одно дело это вступившее в законную силу решения суда, а совершенно другое дело это фактическое его исполнение, как вот только что нам сказали. И дело даже как бы не в том, то есть вообще если смотреть по России, то есть какой-то процент тех отцов, которые уклоняются, а есть процент тех отцов, и большая часть России, которые в принципе никогда не работали, не собираются работать, живут там либо у какой-то женщины, у мамы, у бабушки, у кого-то. И невозможно взыскание. Что с него взять? Фактически, да. То есть у него не открытость счетов, он не хочет работать, он ведет асоциальный образ жизни. Женщина, к сожалению, остается одна на одна с этой проблемой, как бы вынуждена тянуть на себе. И действительно просто завалены в том числе судебные приставы этими неисполнимыми производствами, то есть нет никакого имущества, есть имущество каких-то родственников, бывает даже нет постоянного местожительства, то есть иногда он там у мамы живет, иногда у каких-то родственников постоянно где-то передвигается, то есть даже найти бывает сложно. Поэтому, к сожалению, не все права можно защитить. То есть одно дело. Ну вот смотрите, мы сейчас говорим об алиментах, а есть ли вот такой человек, который живет у мамы, скрывается, работать не хочет, а его женщине после развода жить с ребенком негде? Как с такого еще и плюс дополнительную доплату можно? Вы знаете, тут как бы дело немножко в другом. Тут в данной конкретной ситуации, если вот вообще никак не исполняется, например, решение суда, во-первых, все равно надо максимально всегда взыскивать, и нужно помнить, что вы действуете в интересах детей, а не в интересах себя взыскиваете суммы. Потому что потом, возможно, когда там дети вырастут, женщина или, неважно, мужчина, сам вырастет ребенка, второй родитель, который никогда не участвовал в содержании, он придет и сам будет взыскивать алименты, что тоже имеет место быть, нетрудоспособный родитель. Поэтому тут в данном случае нужно все равно взыскивать, но мы, во всяком случае, советуем клиентам, в случае, если все-таки не уплачивает, не участвует в воспитании, лишать родительских прав, то есть возбуждать уголовное дело и так далее, просто чтобы потом когда-то не было в отношении вашего ребенка, когда он уже вырастет, у него будет складываться жизнь, чтобы не пришел этот человек, который вообще ни в чем не участвовал и как бы не имел соответствующей претензии. А таких много случаев? А таких очень много случаев, да, особенно вот асоциальные люди, то есть они вспоминают о том, что у них есть дети уже когда... Владеют информацией, да, что оказывается он может рассчитывать. Да, 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 к сожалению, вот так вот. Поэтому всегда нужно защищать свои права, права ребенка, и надеемся, что действительно данная норма поможет в тех ситуациях, когда второй родитель боится, условно говоря, даже заявить о проживании с ним ребенка, потому что ему просто негде жить. То есть вот сейчас по этой норме будет четкое указание судам о том, что вне зависимости от материального положения, то есть если у матери или у отца негде проживать, но они хотят, чтобы ребенок с ними проживал, то другой родитель будет участвовать в оплате этих расходов. Давайте сейчас более конкретные случаи послушаем. У нас на связи Елена Комарова, и она не понаслышке знает, что это такое жизнь после развода. Елена, добрый день, мы вас приветствуем. Слышно нас? Да, здравствуйте, слышно. Здравствуйте, после развода вы оказались, насколько мне известно, в непростой ситуации. Так, что и как пришлось делать для того, чтобы жить дальше, для того, чтобы ваш ребенок получал все необходимое? Вот, если коротко, можете нам поведать? Да, ситуация действительно непростая, и по поводу того, что есть какие-то нововведения или какие-то поправки в законах, то самое главное не только принять это, да, и здесь главное исполнение. В частности, к примеру, сейчас у меня есть решение суда, которое несколько лет не исполняется. То есть у меня, казалось бы, должны быть алименты, вот, но я их не получаю. И на данный момент я сама с этим справиться не могу. Не получаете почему, Лен? Потому что всяческий отец укрывает свои доходы, поэтому, в частности, как будет реализовано именно в части помощи с покупкой или там арендой жилых помещений, я не знаю, потому что, возможно, будут также отцы недобросовестно относиться к своим детям, бывшим женам, и тоже укрывать свои доходы. А вы после развода где с ребенком сейчас проживаете? Ну, там, где и проживали, у нас свой дом. То есть это чей дом? А? Чей это дом? Это ваша собственность, да? Да, да. То есть мне в этом плане повезло, потому что если бы у меня не было жилья, или, например, допустим, сейчас мой бывший супруг уже, у него другая семья, там, жена и ребенок, то есть понятное дело, что мы бы остались на улице, если бы мы проживали в его жилье. И я просто не представляю, как бы мы искали возможности арендовать, купить это вообще невозможно было бы, имея отсутствие алиментов и просто работу на государственной должности, да, то есть получая, там, 20-30 тысяч, женщина, воспитывающая в одиночку ребенка, она физически не может взять даже вторую работу, потому что тогда она не сможет заниматься воспитанием ребенка. А если их двое, то тем более. Я вас правильно понимаю, что, вот, я хотела у вас спросить, как вы считаете, что с принятием нового закона, как изменится ситуация? То есть какой бы закон мы не приняли, самое главное – это его исполнение. Вот в этом сейчас проблема. Потому что с этим будет проблема. Самое главное, что если этот закон будет, он будет живой и реализовываться только в том случае, и если возможно будет именно в реальном времени отслеживать трудоустройство отца. То есть если, возможно, будет, приняв этот закон, еще и вот этот вопрос обеспечить, то есть чтобы они не предоставляли свои справки о зарплате, там, в 9-10 тысяч, ну, как в нашем случае, да, вот, потому что предоставив такую справку, что у человека 10 тысяч зарплата у отца, ну, у бывшего супруга, конечно же, он будет не в состоянии оплачивать жилье. Вот, поэтому важно понимать, что с принятием закона вопрос не решится. Но женщины приблизятся к этому вопросу, к решению, вот, если будут добиваться как-то именно выявлять реальные заработки своего бывшего супруга. Спасибо вам, Елена, большое. Спасибо, что вышли с нами на связь, помогли как-то вашу ситуацию понять. Евгения, что скажете, вот данная конкретная ситуация, да, человек не верит уже ни в какие законы, говорит, что нужно все-таки исполнение, одно дело, да, вот, что закон вышел, и другое дело, по факту, что она ничего действительно никак не может. На самом деле так и есть. Вы знаете, вот недавно, кстати, была у вас же на телеканале передача с участием судебных приставов, где они рассказывали про довольно-таки эффективные, кстати, меры, это то, что активность сейчас контролирует возможность ограничения выезда за рубеж должникам при наличии задолженности, особенно по алиментам, о том, что, по-моему, летом был акций. Мы уже на порядочность не рассчитываем, и вот какие-то меры такие. В принципе, если дошло до принудительного исполнения решения суда, то есть, опять-таки, каждое лицо, когда вносят решение суда, он может добровольно его исполнять, то есть, перечислять автоматически на карту матери и все. Если уже, в принципе, доходят до приставов, особенно, когда накапливаются суммы, то уже, конечно, речь идет о том, что недобросовестное исполнение решения суда, к сожалению. Поэтому такие принудительные меры. Мы с вами в двух словах уже обмолвились, что все-таки сегодня в современных наших реалиях зачастую мама алименты платит, а не только отец. Вот как быть в этой ситуации? А иногда оба родителя на самом деле. Бывает и такое, да. Бывают и такие ситуации. А как они платят оба родителя и как тогда быть вот с этим новым законом? Кто будет оплачивать тогда проживание ребенка, где и как? Это немножко другие ситуации, но, например, оба родителя могут оплачивать алименты, если они ограничены в правах, а ребенок проживает в каком-то учреждении. Это какие-то индивидуальные, да, это другие случаи. Да, но просто я имею в виду, сейчас вообще ситуация меняется. Но, кстати, вот многие, я тоже читала на разных форумах, когда готовилась к этой передаче, многие говорят о том, что отцы сейчас не захотят отдавать детей, чтобы они проживали. Очень большое обсуждение, я тоже читала, что все, не то, что не захотят детей, ведь еще и жениться перестанут официально оформлять. Что на самом деле, вот мы с коллегами тоже сегодня на работе обсуждали, что в России самое лояльное законодательство в данном плане, потому что за границей, особенно в европейских странах, в частности в Германии, например, очень сложно вообще в принципе пройти процедуру развода, не обеспечив там существование ребенка, оплату университета, дальнейшего обучения. То есть как бы расторгая брак, родители решают вот этот весь спектр вопросов, и все равно люди женятся при этом. То есть даже серьезная материальная ответственность их не пугает, хотя во всех странах она намного больше, чем в Российской Федерации. Но мы надеемся на самом деле на то, что все-таки добросовестность какая-то появится, потому что хорошо, что есть эта норма. Она и раньше была, раньше тоже можно было взыскивать, потому что вот именно статья 86, она говорит о том, что иные расходы, помимо алиментов, связанные с лечением, с санаторно-курортным лечением и так далее. То есть и раньше можно было это делать, но надеемся, что для многих судов, которые раньше, во всяком случае, относились формально... Теперь четкая формулировка, уже интерпретировать по-другому не получится. Да, то есть во всяком случае появилась какая-то формальная защита прав, написание именно указания в законе, там не разъяснение пленума, а именно указания в законе, на которое родитель, с которым остается ребенок, если у него действительно негде проживать, нет помещения такого, то он может претендовать на компенсацию. Евгения, понятно, что это какие-то отдельно взятые случаи, но давайте вот разберем, если вдруг действительно произошел развод, мать с ребенком осталась, жить негде, она нигде не прописана, у нее нету своего жилья, на что она может рассчитывать? Она может снять трехкомнатную квартиру и сказать, вот я здесь буду жить, или это будет однушка, то есть вот конкретно, что будет оплачивать? Это очень интересный вопрос, который нас тоже волнует, поскольку пока данная норма только вступает в силу с понедельника, соответственно, нет никакого права применения и нет разъяснения высших судов, как эта норма будет использоваться. То есть также можно, условно говоря, можно в Краснодаре снять квартиру, например, за 150 тысяч рублей, а можно за 7 тысяч рублей, теоретически. И то есть где вот этот вот баланс, это, скорее всего, будет какое-то разъяснение высших судов со временем, ну то есть в ближайшее время, когда начнут применять, которые будут указывать. Пока никакого указания нет. Я к чему клоню? Все-таки нормой могут и злоупотреблять. Мы говорим не только о тех случаях, когда мать действительно негде жить с ребенком, и она вынуждена что-то просить, чтобы ей отец помог, и они хоть где-то как-то приютились. А если действительно есть, но никак не оформлено, да, и она говорит, а я сейчас тебя еще и вот это пойми, но это же тоже может быть? Может быть так, да, и может быть такой же недобросовестный отец, который мало того, что, например, забрал себе ребенка, имеет там недвижимое имущество, которое оформлено на кого-то, еще и будет там взыскивать какие-то большие суммы. Теоретически да, но надеемся, что вот есть как раз Госдума, рассматривая законопроект данный, пока вот они согласовывали закон, они именно сделали указание, что суды должны индивидуально подходить ко всем ситуациям. Безусловно, суд руководствуется в том числе материальным положением должника. То есть бывают-то и добросовестные отцы, которые, например, выплачивают действительно алименты со своей заработной платы, пусть она там небольшая, но пусть даже, например, она там 30 тысяч рублей, то есть на двух детей они платят, например, там две трети зарплаты. Но еще оплата квартиры сверху, то есть это будет уже непосильная ночь, и человеку тогда не останется, в принципе, на свое проживание непосредственно. Поэтому надеемся, что суды все-таки поймут указания законодателя на то, что надо смотреть и на финансовую позицию, безусловно, и от ответчика, то есть второго родителя, и на участие второго родителя в воспитании, нанесение фактических расходов. Ну, все-таки к основной цели закона вернемся, да, это защита ребенка и матери, если она осталась... Или отца. Или отца родителя, да, будем говорить так, если люди остались в сложной ситуации, новый закон призван защитить ребенка, обеспечить его нормальное существование. Но все-таки после развода многие мамы оказываются в сложной ситуации, таким женщинам готовы помочь в кризисном центре, в краевом кризисном центре помощи женщинам. И вот с нами на связи его заместитель директора Олеся Бондарева. Олеся Вячеславовна, добрый день, мы вас приветствуем. Часто ли к вам в центр обращаются женщины после развода, женщины с детьми, и как и чем вы можете помочь в этой ситуации, как помогаете? На самом деле мы работаем с двумя категориями женщин. Это женщины, в том числе с детьми, которые подверглись физическому либо психическому насилию в семье. И такая категория женщин, как женщины с детками, потерявшие жилье либо работу, оказавшиеся в экстремальных психологических, специально-бытовых условиях. Ну, в принципе, что в первой категории, что во второй, тема развода, она достаточно часто встречается. Либо это острая ситуация, сейчас она в процессе развода, либо она планирует разводиться. Скажите, а ваш центр юридическую помощь предоставляет? Да, мы оказываем юридическую помощь, психологическую помощь. Что касается юридической, то здесь юрисконсульты консультируют по вопросам, связанным с расторжением брака, с вопросами по определению места жительства ребенка, по алиментам, ну и ряд вопросов в этой направленности. Спасибо вам большое. Олеся Бондарева, замдиректора Коснодарского краевого кризисного центра помощи женщинам, была с нами на связи. Евгения, все-таки хочу к этой мере вернуться. Нет ли такого риска, что сейчас все чаще отцы захотят оставить ребенка у себя? Да, да, в скобочках упоминаю, нужен ли, нет, не знаю, но по крайней мере, чтобы не платить алименты, и чтобы уж точно не оплачивать там вот это жилье, и сейчас она будет претендовать еще на что-то. То есть и так эта тенденция сейчас имеет место быть? Нет ли риска, что еще больше станет? Во-первых, я бы не относилась исключительно плохо к вопросу о том, что ребенок проживает с отцом, не во всех ситуациях это плохо. У меня на самом деле были в практике клиенты, когда женщина занимала заработком, мужчина изначально грудного ребенка растил, ухаживал за ним, то есть брал какую-то домашнюю работу, поэтому не во всех ситуациях... Ну это если у них какая-то была определенная договоренность, люди поняли, что им так удобнее? Конечно, да, но я имею в виду, не всегда именно плохо, когда ребенок с отцом, то есть бывают разные отцы, бывают разные матери, соответственно. Я веду к тем случаям, когда отцу действительно ребенок не нужен, но он будет бояться, что на него сейчас слишком большой груз ответственности и выплаты какой-то финансовые повесят. Ну знаете, тут в зависимости от всего, то есть одно дело, это когда, конечно, есть принципиальные люди, которые судятся ради принципа, и это все затягивается, и, безусловно, интерес ребенка в первую очередь ущемляется. Ну, во-первых, в этих судах участвуют органы опеки, которые дают заключение, участвуют там психологи определенные. То есть судопроизводство, особенно в определении места жительства ребенка, это довольно длинная и сложная процедура. И суд все-таки, я думаю, что исходит из интересов ребенка, потому что на самом деле, ну тут морально такое очень ответственное решение. Во-вторых, любое решение об определении места жительства ребенка, оно через время может быть пересмотрено. То есть, во-первых, растут дети, меняются обстоятельства, поэтому сегодня может быть с отцом, завтра с матерью или, наоборот, сегодня может быть с матерью. Главное, чтобы ребенку было хорошо. Да, главное, чтобы ребенку было комфортно, да. Через неделю новая мера уже начнет работать, правильно я понимаю? С понедельника, да, уже получается вот меньше, чем через неделю начнет работать. И в том числе, если, уважаемые телезрители, у вас раньше взысканы алименты, то вот с понедельника уже можно обращаться. Спасибо, что пришли к нам сегодня, что попытались разобраться. Я напомню, в студии была у нас адвокат Евгения Бромберг. Тема дня продолжит свою работу. В начале следующего часа оставайтесь на Кубань-24.